Ну что, ребят, добрались мы до Манкова. Сейчас нам Сергей расскажет про гусиные манки с новым узлом. Это у нас, получается, старый узел. Да, мы сейчас, в данный момент, поменяли полностью звуковой узел в линейке манков на гуся. Это серия PIONEER, CLASSIC и LUX. Отличие конструктивное. Можно визуально... Прямо на первой охоте язычок, куда-то ищет. Визуально можно посмотреть то, что... Старая модель. Упоры, они небольшие совсем и тоненькие. То есть была возможность того, что они могли ломаться. В данный момент в новом узле упоры мы увеличили сечение. То есть при их небольшой высоте сломать практически невозможно. Неплохой манок, да, вроде? Сам клинышек, сами клинышки, они у нас идут под небольшим, как говорится, углом. И, соответственно, как говорится, удобно вставляются непосредственно в манок. Уже изначально задан хороший, как говорится, тоновый угол для того, чтобы звучание было громкое и легкое. И ты уже как бы не спутаешь, не сдвинешь его, и вот фиксация конкретно. Да, да, то есть фиксация уже делается прям стопроцентная, то есть и минус он никуда не сможет. Секунду. Вот, и чем отличается, что при вот этом звуковом узле можно даже попробовать посмотреть, как говорится, у нас лепесток, соответственно, как говорится, загибается вверх, мы его меняем. Бывает такая ситуация, что человек просто взял, ошибся, перепутал, мы его меняем, соответственно, вставляем, то есть он идет в распор, спокойно, то есть он не проваливается. Вот, и вставляем оно, и звучание не должно критически поменяться. То есть даже при учете того, что человек ошибся, и при разборке неправильно, соответственно, как говорится, поставил лепесток. Да, и хорошо, что не надо, допустим, разобрать, там, отмее 12 штук. Да, ну да, да. Ты вот так его поставил, так и все. Да, здесь сборка узла только в одном положении. Единственное, можно немножко, соответственно, менять тональность, за счет того, что, как говорится, сдвигать либо вперед до конца, либо чуть назад сдвигать непосредственно язычок. Это удобно. То есть просто очень часто народ спрашивает, что случится, если я вдруг разобрал. Ну да, есть просто такие манки, которые если ты разобрал, и ты его уже... Настроить очень тяжело. То есть либо надо обращаться опять к производителю, либо, соответственно, как говорится, смотреть, пытаться в интернете, в ютубе подобные какие-то ролики именно по этому манку. Потому что у каждого производителя есть свои какие-то определенные особенности. У кого-то штифты, у кого-то просто упора, то есть до конца. Поэтому мы решили, как говорится, этот вопрос уже, серьезно довольно-таки поменяв, как говорится, размеры этих упоров. Сломать их практически невозможно. При желании можно, да, аккуратненько стамесочкой ее сбить. То есть, наверное, да. Но механически, то есть своими руками, то есть, я думаю, наверное, сложно будет его сломать. Вот. И тут, получается, поменялся угол, да, полностью, как бы, по сравнению с старым узлом? Да, здесь поменялись, как говорится, соответственно, вот эти штифты для сборки, для более надежной стали. Поменялся, поменялись клиночки, они теперь идут под сужение. То есть они очень хорошо, удобно встают в манок, то есть в распор. Они просто в прошлых звуковых узлах была такая сложность, особенность, да, то, что они немножко, бывали, все-таки народ силы, как говорится, их туда запихивал, да, то есть здесь могло потрескаться на предыдущих сериях, которые были из бутылочного поликарбоната. Сейчас у нас поликарбонат, он такой вязкий, он приятный, тактильный по ощущениям и довольно-таки прочный. То есть сейчас, в принципе, сложно, да, то есть его как бы сломать. И плюс сейчас звуковой узел, он идет в распор, он под конус, и он хорошо, то есть без каких-то сложностей, то есть утыкается, и потом его опять же, то есть можно спокойно вытащить. То есть это вот как бы отличительная особенность, которую мы сейчас во всех банков серии Pioneer, серии Classic и серии, соответственно, BioLux у нас теперь звуковой узел непосредственно, как говорится, вот в такого вида. Даже хотел предоставить, показать некоторые модели утиных манков, которые производятся нашим партнером, мастером Сергеем Кубышкиным. В интернете акустик, да, акустик. Соответственно, как говорится, изготавливаются вот такие манки, вручной, как говорится, работает, штучное в исполнении, можно так вырезаться. На заказ он делает. Да, то есть подобных манков, в принципе, вот как вот этот манок, да, сделанный из ламинированного дерева, вот, наверное, больше, наверное, вы не найдете. То есть у него интересная особенность. Звуковой узел, соответственно, изготовлен из акрила, два лепесточка. Есть вот такие определенные, как говорится, так называемые, выемки. Это работает как система лишнего слюноотделения. И, возможно, как говорится, то есть дает тоже определенные какие-то нотки в звучании этого манку. Звучание у него очень легкий выдув. Изначально уже хрипотца такая охотничья. То есть это утина на ног, соответственно, да, присутствует. То есть он легкий на выдох, громкий, дальнобойный. Можно делать высокие звуки, можно делать... Можно и на коротке с птицей работать. То есть это, помимо того, что это очень красивый эффектно-выблечащий манок из дорогих материалов, то есть это также серьезный музыкальный инструмент, который любому охотнику, в принципе, предоставит огромное удовольствие на охоте и серьезные, я думаю, результаты. Подобные, как говорится, вот тоже экспериментальные маночки, это стабилизированная древесина. Но, как правило, стабилизированную древесину очень часто под лак мы заводим. Это стабилизированная древесина просто обработанным маслом. Экспериментальный вариант. Да, то есть он такой, он немножко матовый. В разные охотники, да, кто-то говорит, вот классно эффектно-выблечащий, но в другом случае это блестит. Здесь такой, то есть у него такая матовость, он пропитан очень приятным тактильным ощущением, вот именно как раз держа его. Также манок сделан в классическом для как раз Сергея, как говорится, исполнении. То есть это звуковой узел акрил, два лепесточка, легкий, скрипотцой, такой интересный звук. То есть это интересный такой тоже маночек, эффектно-выблечащий и с отличными звуковыми характеристиками. Также хотел бы сказать, что в ближайшее время компания манков, манки духовые на кутку серия Classic, мы будем менять именно пластик, который бутылочного вида, он немножко хрупковат. И мы, как говорится, по желаниям, соответственно, как говорится, охотников, решили его поменять на вот такой более плотный, может быть менее эффектно-выблечащий, но практичный, более практичный, как говорится, и, мне кажется, приятный по ощущениям. А вот образец вот такого цвета они и будут? Да, такого цвета будет. То есть он не будет такой яркий, но он будет, как сказать, да, то есть он будет приятный по ощущениям и очень высокопрочный. То есть про сложности таких, как что какие-то потрескивания с ним не будет. А цена от этого? Цена от этого не меняется. Да, и опять же, для тех охотников, которые принципиально говорят, что вот там какие-то поблескивания, да, то есть более яркие манки, они не подходят для охоты. Ну, это более матовый. Да, то есть он вот в таком исполнении. То есть это, соответственно, в исполнении, то есть оранжевый. И такой же у нас есть манок в зеленом виде, он также будет, как говорится. Мне кажется, даже он будет еще интереснее выглядеть, именно зеленый. Ну, это самый бюджетный вариант, как бы получается, да? Да, и это манок стоимостью розницы где-то в районе 1100, двухлепестковый. Такой универсальный маночек, который можно, опять же, работать на коротке, можно работать на средней. И довольно-таки, в принципе, высокие, громкие сигналы можно также им подавать. Я думаю, от этого, в принципе, он не пострадал, а наоборот приобрел большую практичность, долговечность, да, то есть мы стараемся как раз работать над какими-то там небольшими, возможно, ошибками, да, То есть, чтобы манок в охотниках, как говорится, долго работал, радовал его и приносил хорошие результаты. Так, да, я смотрю, у вас еще новая линейка ваших гусиных, как бы, профилей. Чучел, да, чучел, чучал, чучел, молодая, с какими-то своеобразными ножками. Хотел бы показать, в этом году мы начали, как говорится, заниматься чучелами гусей. Это по нашему техусловию. Одна из китайских фабрик изготавливает для нас чучела. Под логотипом манков, то есть, и по нашим техническим требованиям. Сейчас на рынке очень много подобных чучел, да, то есть, но для себя могу отметить, что у нас есть небольшие особенности. Во-первых, это полипропилен, мы выбрали, чтобы он... Толщина, да. Да, он более толще, чуть толще, чем у аналогов. Это первый момент. Если сравнивать с аналогичными, мы процентов на 10-15 больше размер, непосредственно наших, как говорится, чучел. Вот, постарались, как говорится, сделать фактурное, как говорится, перо. Перо, да. Полосатую, соответственно, как говорится, брюхо, белое подхвостье, то есть, стандартное, как говорится, белолобый гусь. В комплекте 12 штук. Соответственно, как говорится, один сторожевой, 7 кормящихся, 2 активных, 2 отдыхающих. То есть, на 12 штук у нас один сторожевой. Мы выбрали более-менее такую спокойную, как говорится, непосредственно, как говорится, стайку. То есть, при желании, если охотник, как правило, покупает не меньше одного комплекта, а бывает и больше. То есть, если человек купит 3 комплекта, это 36 чучел, на вот эту небольшую стаю будет 300 рожевых. То есть, по нашему мнению, да, что это будет располагать гусей более лучше. То есть, стайка будет менее беспокойная. То есть, по краям, как правило, выставляются сторожевые. То есть, вполне, как говорится, 300 рожевых вполне, по нашему мнению, то есть, хватит. Просто у аналогов, как правило, в комплекте 12 штук не менее двух сторожевых. Ну, а не с тем расчетом, как бы ты купил один комплект, и у тебя по краям 2 сторожевых. Ну, здесь... Ну, у нас народ-то не покупает один комплект, как бы. Как правило, да. Потому что с 12 гусями ты в поле, ну, возьмешь за сезон одного, может. Ну, привлечь довольно-таки будет сложно. Ну, да, потому что тем больше стая, тем лучше. Да, в полях однозначно, наверное, будет тяжело. Если, как говорится, где-то брать охоту, там, на болотах, там, наверное, большая полиция не нужна. Вот. Но, опять же, момент какой. То есть, если охочется на болотах, то есть, там очень важно, это вес непосредственно, как говорится, чучела. И важно еще, чтобы его можно было компактно нести. Вес данного чучела без стойки 120 грамм. Вот. Он удобно, компактно собирается. Да, то есть, вот. Стойку мы решили делать, в отличие от аналогов, которые используют либо стекловолокно покрашенное, либо обрез пластик. Мы предлагаем металлическую стойку. То есть, у охотников в разных регионах разные условия охоты, разный грунт, разная погода, где-то мерзлая земля. То есть, поэтому удобство металлическое, я считаю, что можно в любой грунт ее, грубо говоря, можно молотком забить. То есть, она будет стоять. Пластик, стекловолокно может и подвести в каком-то серьезном уровне. В мороз ее не вдолбишь, как бы. Опять же, еще добавлю, как раз. Мы технические требования производителю, да, то есть китайцам, потребовали от них, чтобы они сделали три слоя окраски с интервалами на термообработку. Для того, чтобы повысить, соответственно, как говорится, взнос устойчивости. Потому что это очень важный момент. Все-таки охотники... Ну да, это и получается с одного места переезжаешь, постоянно сминаешь, расправляешь. Каждый охотник хотят, все-таки, купить не на один сезон. Ну да, иногда за сезон приходится несколько раз разобрать, собрать. В этом плане, как говорится, мы постарались учесть как раз вот именно пожелания, да, проще говоря, учесть пожелания свои, потому что мы сами... И ножка у вас, получается, своя, как бы, да? Да. У нас, соответственно, как говорится, в отличие от других производителей, мы... Серег, а можно достать, как у нас, если вы говорите, какие-то хлопки? Да. Вот, мы решили путем пойти какими? То есть, мы на стойку... На металлическую стойку, вот в таком исполнении. Мы простой, как говорится, пенку. Пенку, да? Это создаёт оранжевое пятно, а пятно, соответственно, как говорится, да, имитация лапки. Вот, но здесь ещё какой момент. Мы её вставляем, как говорится, в отверстие ему, и пусть фиксируется в определённой амплитуде, то есть, ну, чтобы он не сильно крутился. Потому что ветер бывает, да? Конечно, при сильном ветре, я думаю, как говорится, будет сложно, да, то есть, но всё равно. То есть, это определённая такая небольшая фиксация. Этого вполне хватает для того, чтобы визуально, да, то есть, изобразить как раз вот именно лапки. То есть, вот в таком виде, то есть, это вот кормящийся, их порядка семи штук в комплекте, то есть, это самоосновное будет, да, то есть, потом один сторожевую, повторюсь, два отдыхающих, два активных. То есть, это 12 штук комплект, который мы предлагаем на крыльях. Плюс на металлической стойке, с хорошим окрасом и с довольно-таки рельефной, непосредственно, оперением. Ну да, и цена на выставке за комплект. А цена на выставке 7500, я могу сравнить, в принципе, с аналогами, те же, там, тот же 3D, живой, первую, то есть, у аналогов, оно стоит, наверное, чуть даже дорого. Так что, приходите завтра, послезавтра. Да, мы до воскресенья, как говорится, в вашем услуге можем вам подсказать, продемонстрировать, успеть сплясать. Ладно. Так, давай тогда по МНК. Ну все, ребят, приходите завтра, послезавтра на выставку. Кто успеет сегодня, всем пока.